Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Человеку убийства и ложь Ватикана. Христианская община первых веков и до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так, во втором веке, перешедший христианство философ Татьянс считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непрестойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копия на серпы, он совершенно определенно говорит, мы не поднимаем оружие ни против никакого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира. Отвечая на обвинение, цельзом христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с проимператорскими войсками, и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертулиан о невозможности христианина быть военным. Не подобаясь служить знаку Христа и знаку дьявола, говорит он про военную службу, крепости света и крепости тьмы, не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет, и как будет участвовать в сражении с Сын Мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуются добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретают безнаказанность умножения ярости. В 4 веке Лактанций говорит тоже. Не должно быть никакого исключения в заповеди Божии, что убить человека всегда грех. Насить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Это интересно. Вот это, что читаем, это христиане, известные, до 5 века держались этого. Ничего этого сейчас не берется. Сергий благословил на войну. Ну и пусть идет воюет. Кого благословлять-то? А что-то изменилось. Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Это вообще не берут никак. Евангельского-то нет учения. Обыкновенное, мирское. Первый Вселенский Собор в 325 году ясно определил строгую эпитемию за возвращение войска христиан, оставивших службу. Благодатью призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности, явившие и отложившие воинские пояса, но потом как псы на свою блевотину возвратившиеся, таковые 10 лет припадают к церкви, прося прощения при трилетнем слушании и писании в притворе. Правило 12. Вот и все. Вот Сергий Радонинский уже под это попадает. Первое. За ослябью пересвета. И еще в 4 веке Василий Великий рекомендует в течение 3 лет не допускать до причастия солдат, виновных в нарушении этого восстановления за убийство врагов. Павлин, епископ Ноланский, умерший в 431 году, грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках. А Георгий Побеносец, кому служил? В войсках Трояна обнаружилось 11 тысяч христиан, а это первые два века. Работать не хотели идти, шли убивать. И как они воинственные, какие вставки плакиды. И все это восхищается. Ко кому? Служили языческим гонителям христиан, лютым гонителям служили. Ферруций решительно сказал, не дозволено христианам проливать кровь, даже в справедливой войне, и по приказу христианских государей. Вот для чего это сказано? Мы уже тему эту проходили о войне. Но пришлось здесь потратить еще 2-3 страницы, крупным шрифтам, показать, как это убийство, вторглась в церковь. Иосиф Володский, палач, российский Сталин, проставляет святых, а кроме убийства-то ничего за душой нет. В 1244 году Иннокентий IV даровал кардиналам красную шляпу, как символ того, что они должны всегда быть готовыми пролить свою кровь в защиту церкви. Урбан II, 1888-1999 года, француз, стал вдохновителем крестовых походов, имеющих целью освобождения гроба Господня от Ислама. Пока гроб Господня не освободили, своих-то гробов тысячи выложили. Для поощрения записи наибольшего числа крестоносцев церковь гарантировала участникам походов следующие привилегии. Освобождение от выплаты процентов, занятых сумм, освобождение от платы долгов, освобождение от налогов, обидчики их подлежали анафеме, освобождение от гражданских судов, дарование каждому крестоносцу, полного отпущения грехов, без всякой эпитемии с момента его записи в поход. Понятно, что делается. Это все... Какое отношение-то имеет к церкви? Папа Урбан II был первым папой, начавшим раздавать индульгенции. От латинского «оказывать снисхождение». Вот она, экономия. В католицизме отпущение грехов, грамота. Были изданы книги с указанием суммы денег, которые нужно было выплатить за сделанный грех, или тот, который думал сотворить. Продажи индульгенции есть и в наши дни. Папа выступил с речью перед большой толпой, собравшейся в одном из городов Франции. «Земля-то течет молоком и медом», — говорит папа. «Пусть выступят против неверных в бой, который должен дать в изобилии добычу. Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем. Кто здесь горестны и бедны, будут там радостны и богаты». Летописец сообщает, что речь папы прерывалась возгласами собравшихся. «Так хочет Бог!» В знак готовности немедленно отправиться в «святую землю» в кавычках. Многие тут же наношевали на одежду кресты из красной материи. Вот почему участников похода на восток стали называть крестоносцами, а сами походы крестовыми. В лесу 1995 года вниз по Дунай потянулись нестроенные толпы бедняков, почти без оружия и без припасов, которые занимались дорогой нищенством и грабежом. Почти все они были перебиты в первом же сражении с сельджуками. В 1096 году двинулись из Франции, Германии, Италии разными путями на восток рыцарей. По пути, захватывая города, грабили, убивали местных жителей. Феодалы взяли с собой слух и шутов, охотничьих собак и соколов. После трехлетнего похода к Иерусалиму пришла лишь пятая часть крестоносцев. В 1099 году, после ожесточенного штурма, рыцари ворвались в Иерусалим. Они уничтожили в городе страшную резню мусульманского населения. Крестоносцы не щидили ни женщин, ни детей. Ворвавшись в дом, рыцарь вешал на дверях свой щит. Это было знаком для других, что дом со всем имуществом уже принадлежал новому хозяину. Грабежи и убийства прерывались лишь молитвами, после которых кровопролитие возобновлялось. В конце XII века за организацию четвертого похода на восток взялся Папа Иннокентий III. В 1204 году крестоносцы штурмом овладели византийской столицей. Ворвавшись в горящий город, они стали грабить и разрушать дворцы, храмы, купеческие склады и дома жителей. В огне пожаров погибли хренилища древних рукописей. Западные варвары разграбили православный храм Святой Софии. В грабежах принимали участие пришедшие с крестоносцами епископы и священники. История Стретий веков, Страница 92. Папа весь погрузился в политику и стал вмешиваться в дела королей. Если король не подчинялся, Папа накладывал интердикт на всю страну. Наказание состояло в том, что все церкви запирались во всей стране, не совершалось ни браков, ни крестин, ни погребений, и только для них крестоносцев, отправляющихся в поход, разрешалось совершать литургии шепотом. Это и все как придумано шепотом. Историк Никита Ханиат, бывший очевидцем злодеяний крестоносцев, описывает, как они искали повсюду золото и драгоценности, убивали, насиловали и пьянствовали. Жители православной столицы спасались во все стороны от этого ада. По дороге Сельмлим в Рию Никита повстречал маститого патриарха Иоанна Каматира, оборванного, босого, идущего без жезла, без гроша в кармане. Иннокентий Третий прислал свое благословение крестоносцам. Папа решил, что раз волею Всевышнего нечестивая схизма перестала существовать... То есть православность, с которыми сейчас объединять всем хотят? Это они нечестивая схизма православных называют? Следовательно, он сделался главой Восточной Церкви. На место православных иерархов стали повсюду возводиться латинские. То же самое было сделано и в Восточных Патриархатах за время хозяйничества на их территориях «боголюбивых» хрестоносцев. Можно без управлечения утверждать, что Римская Церковь сошла возможным потреблять для уничтожения православной Церкви те же методы, что большевики после Второй мировой войны в занятых ими странах. Захват Византии и поведение латинян, греки рассматривали как логическое следствие высозревшего папского деспотизма. И самого папа осуждали за то, что он не удержал своих рыцарей от кощувственного осквернения православных храмов. В то же время крестоносцы заняли старинную святую неправославие, святую гору Афон. Как и в столице, латиняне не постыдились подвергнуть православные монастыри кощувственным грабежам, что естественно еще усугубило ненависть к воинам папы верных. Они зверски жгли и мучили православных монахов. Киприоты всегда рассматривали захватчиков как еретиков. Поведение католиков в Константинополе почти не отличалось от действий турок, два века спустя завоевавших эту столицу султан Магобед II 1453 год. Что же касается их политики в отношении православной церкви, то следует признать, что турки отнеслись к ней несравненно гуманией. Латинская ига оставила после себя несгладимые следы. Среди греков осталась почти неугасимая ненависть к латинянам. Захватив Константинополь, крестоносцы, награбив довольно, не пошли дальше, забыв о цели похода. Шли годы, крестоносцы теряли свои владения в Сирии и Палестине. Папы и короли организовали новые походы, но желающих участвовать в них становилось все меньше. Папа ввел новый налог для организации крестового похода, но деньги приходилось собирать силой. Часто на глазах сборщиков нового налога люди подавали милость нищим, с наш смешкой говоря «Возьми во имя Мухаммеда, который сильнее Христа». Сильнее Христа! Вскоре после восьмого последнего крестового похода в конце 13 века западные феодалы потеряли все свои владения во мусульманских странах. Но тех всех во сне походу была и польза. Европейцы от народов в Востоке научились мыть руки перед едой, купаться в горячих банях, садить арбузы. Все! Восемь походов крестовых! В повести о нашествии папистов на святую гору Афонскую в 1963 году описывается о лютостях над монахами, которых латиняне вешали, жвели, растерзывали за непринятие «любвеобильной» католической веры. Для борьбы с неугодными папам, людьми, быстро было изобретено дьяволом еще одно непогрешимое дело инквизиция, латинское расследование, специальное судебно-следственное учреждение. В 1184 году по инициативе Папы Луция III Зеронский собор принял декрет, предписывающий епископам назначать комиссаров и направлять их для производства следствия в области, зараженной ересью. Этот декрет положил начало инквизиции. Четвертый Латеранский собор в 1215 году поручил суд над еретиками епископам или их уполномоченным. Атулусский собор на 1229 года определил функции епископской инквизиции. В начале XIII века инквизиция действовала уже во Франции, Италии и Германии. Практики инквизиции процветал шпионаж, доносы, процессы велись тайно с применением самых изощренных и жестоких пыток. Дробили кости или надевали сапоги из сырой кожи и жарили перед жаровней, так что отжимание сомозг выходил наружу. Судопроизводство велось в беспосредничество адвокатов. Подсудимым не назывались имена свидетелей, для получения необходимых признаний разрешались пытки. Применяли сожжение с конфискацией имущества. Широко практиковался наиболее жестокий вид наказания, публичное сожжение, получившее название Аутадафе, акт веры. В Испании свирепствовавшая там инквизиция против мусульман, евреев и еретиков отправила на тот свет свыше трех миллионов человек. Глава испанской инквизиции Царквемадо 1420-1498 год сжег свыше десяти тысяч человек. Один. А всего число жертв инквизиции достигло 12 миллионов человек. Последнее Аутадафе было совершено в Эленции, Испании в 1826 году. Лишь в 1835 году папа распорядился прекратить деятельность инквизиторских судов. Никто из инквизиторов не был осужден ни на одном соборе. Ни один кавычки непогрешимый папа с кафедры учреждавшей суды инквизиции не был предан анафеме. И никакой собор Ватикана не проклял эту кровавую вакханалью наместников кавычки. Непогрешимая греховность Тюльчер. Папа превратил инквизицию в конгрегацию священной канцелярии. А в 1965 году конгрегацию вероучения и микрия подделка под запросы и веяния времени дьявол принял вид ангела света в Туреконферном 11-14. Все это привело к реформации. В настоящее время протестантов насчитывается 260 миллионов. Это уже такие устаревшие данные. Это когда я писал это 15 лет назад допустим 20. То есть 9% населения земного шара католиков 18%. Пытаясь вернуть себе прежнюю власть римский папа пошел на любые преступления. Во Франции где к реформации припкнуло многое дворян и горожан католики устроили резню протестантов и их вождей заманили в Париже на свадьбу сестры короля. Дома где жили протестанты были еще свечи напомечены белыми крестами. В августскую ночь 1572 года накануне дня святого Фоломея на колоколе одной из церквей Парижа раздался гул набатного колокола. Поэтому сигналы бросились истреблять протестантов их убивали прямо в постелях не щедя ни женщин и детей. Волна массовых убийств прокатилась и по другим городам Франции. За две недели было перебито свыше 30 тысяч человек. Это избиение было названо Варфоломеевской ночью. Папа Римска не только одобрил эти убийства но в память о них приказал выбить медаль и устроил в Риме иллюминацию. Чтобы помешать верующим читать враждебную церковь литературы папа издал список запрещенных книг которые постоянно пополнялся. В правилах иезуитов говорилось если церковь определила что вещь кажущаяся нам белой черной мы сразу же должны признать ее черной. Иезуиты шпионили и послушивали везде отовсюду стекались тайные донесения в Рим главе ордена иезуитов хотя они своих монастырей не имеют. Они одевались обычной одеждой и вели себя так чтобы ничем не выдавать свои принадлежности к ордену. Промерливый иезуит с вечно настороженным слухом вкрашем голосом и листивой улыбкой особенно любят перебежчиков из православной церкви обязательно чаепитие молитвы отче наш взявшись в круг за руки медиумические шаманские обычаи дьявольских шабашей. Иезуит может поскользнуть в самую узкую щель до самой Сибири из далеких польских сел и из Ватикана. Лестью и обманом иезуиты старались завоевать доверие королей и министров знатных и богатых подчинить их своему влиянию. Но если какой-либо правитель выступал против папы они пускали в ход кинжал и яд расправлялись с ними руками наемных убийств. Члены ордена считали что в интересах церкви для большей славы Божьей в кавычках горячей славы Божьей можно совершить любое преступление. Мошенничеством и спекуляциями орден иезуитов накопил огромное богатство имели большие земельные владения свои предприятия корабли и даже колонии в Южной Америке. В колониях на полях и рудниках на них работали местные жители обращенные в рабов. С помощью иезуитов католической церкви удалось подавить реформацию в Польше Чехии Италии и Южной Германии. Король Нидерландов Филипп II после герцога Альбу в 1566 году произвести суд над еретиками Послал Ты прочитал слово какое-то Послал герцога Альбу произвести суд над еретиками В городе выросли леса пик с отрубленными головами Для осуждения было достаточно нескольких минут Один из членов совета услышал, что приговоренный к казни ни в чем не виновен заявил тем лучше значит он сумеет с честью предоставить перед Богом Подозреваемого в колдовстве бросали в воду Если он выплывал значит действительно он колдун его сжигали а если тонул что ж невиновен пошел к Богу тем лучше для него Практика индулигенции имеет место в католической церкви до сих пор и описывается довольно сложной системой канонических установлений Юрий Табак Православие католической страницы 48 Поведение Папы его учения и запрет читать Библию на родном языке были настолько противны Библии что у искренних желавших спасения возникали сомнения в подлинности того что изрекает непогрешимый в кавычке нашли исследователи Библии сумеющие доказать что Папа и есть самый настоящий антихрист предсказанный спасителем Великая Бреба Елена Ба Старлиса 381 миллионы людей таки верят имея к тому убеждение самое веское доказательство гордость ложь и человекоубийство папства характернейшие черты сатаны все доказательства протестантов сходились на том что произошла неслыханная подмена учения Христа и действия кавычки непогрешимых ставят их книги Гиннесс на первое место после сатаны поградений количество умученных невинных людей и помори лжи и коварства подлогов и фальсификаций каждый делает то что может и оправдывает свое название пятидесятники одни сошествия духа святого адвентисты адвентус пришествия о скором грядущем приходе Христа православные о сохранении истины и учения церкви о догматах и их чистоте о том как право славить Бога католики заботятся более всего об обожении смертного человека Папы и распространении своего учения по всему миру на всю вселенную расширить влияние их отца католическая вселенная вселенская католический епископ Штрос Майет о непогрешимости и главенства Папы 1906 1916 в речи сказанной перед Папой многочисленным собором кардиналов и на основании Библии этот дьяковский истремский епископ Иосиф Юрий доказал всю неправоту измышления главенства Пап и их грехон и непогрешимости и что более всего удивляет в этой истории так это то что этот католический епископ остался до самой смерти своей в милости у Папы хотя его из-за гордости и нераскаяности и не послушались но никто из присутствовавших на Ватиканском соборе в 1870 году не посмел выступить против этого бесстрашного епископа наказательство апостола Петр никогда не действовал как Папы и не был председательствующим на соборе апостольском и что Церковь и не думала никогда иметь таких нынешних Пап водворяющих дымное надмение мира сверхчеловеческую гордость в Церкви стремление главенства римских Пап к несчастью почти увенчалось успехом святые отцы слово вселенское называли нечестивым именем и Папа Пелагий Второй называет Иоанна Константинопольского епископа который домогал сверховного священства безбожным и нечестивым иначе сбудется над присвояющим себе этот титул вселенского словописания он князь над всеми сынами гордости Иоанна Константинопольского 41 глава 26 стих оказывается на вселенских соборах с 3025 до 680 года среди более чем 1109 присутствовавших на этих 6 вселенских соборах епископов было не более 19 западных представителей Папы и что соборы собирались императорами без оповещения Пап а иногда и вопреки их желанию на 7 камнях значит на словах исповедания Петра как и все святые отцы понимали всегда я говорю и торжественно заключаю на основании данных истории разума логики здравого смысла и христианской совести что Иисус Христос не дал никакого главеста святому Петру и что римские епископы сделались владыками церкви не иначе подавляя простепенно один за другим все права епископства признавая Папу Пия 9 непогрешимым по необходимости должны и вследствие естественной логики обязаны признать равное непогрешимыми всех его предшественников перечень совершенно противоречивых законов и поведения разных пап или вы должны сказать что непогрешимость папства имеет свое начало только с 1870 912 года Бароний ученый кардинал говоря папском в дворе замечает чем явилась римская церковь в эти дни как она бесславна в Риме управляют только всесильные придворные они то продают променивают и покупают епископство и страшно сказать а не осмеливается возводить на престол святого Петра своих любимцев лжепап 912 год скажете ли что эти лжепапы не истины пусть так но в таком случае если в продолжении 50 лет римский престол был занят антипапами то как вы сохраните связь епископского преемства даже великий листец Дженебрар до осмелился заметить в своих летописях 1901 года это столетие несчастливо так как почти в продолжении 150 лет папы не имели ни малейших добродетелей своих предшественников и сделали скорее отступниками чем апостолами можно понять как должен был краснеть знаменитый бароний передавая потомству деяния этих римских епископов говоря об Иоанне 11 931 год законом сыне папы Сергии и Мороци он записал в своих летописях следующие слова святая церковь то есть римская была дерзко попрана таким чудовищем Иоанн 12 956 год избранный папой на 18 летнем возрасте по влиянию придворных был нисколько не лучше своего предшественника мне совестно достопочтенные братья осквернять ваш слух такими мерзостями я умалчивал Александре VI отце любовники Лукреции я отверщался от Иоанна 12 22 1316 год который отвергал бессмертие души и был низложен святым собором Кастанским в эти несчастные дни римский престол был занимаем двумя а иногда и тремя соперниками кто из них был истинный папа история с ясностью солнечного света подтверждает что папы заблуждали в своем учении можете ли вы доказать что корыстолюбцы кровосмесители убийцы святокупцы папы были наместниками Иисуса Христа возвратимся к учению апостольскому потому что без него мы имеем одни только заблуждения и ложные предания воспользуемся нашим разумом и умственными силами для того чтобы признавать единственно непогрешимыми учителями в деле нашего спасения апостолов и пророков слепостующие перебежчики из православия обольщенные льстивостью иезуитов миссионеров запада и богатством римской церкви указывает на истинность латинства что у них есть же рукоположение таинства а разве все эритики древности и исторические церкви не имели рукоположение как арии несторий евтихий феодот но церковь никогда не позволяла с ними не только причащаться но даже молиться путь западным миссионерам открыли более всего не коммунисты но более всего мнимо православные епископы и священники хлынувшие на простой России и Сибири с Украины и Белоруссии будущий спеленок зараженный униатством люди боятся католичества совершенно не видя что в главном эти выученики латинян давно побратались с ними отменили крещение и место истинного спасительного над истинно уверовавшими во Христа Иисуса и только в полное троекратное погружение уже сотни лет мочит макушку головы нет даже обливания только мокрой ладонью проводят по голове одетого человека также бритые как католики разрешают нарушение постов и если православные батюшки говорят против католичества то не по сути а борются за сферу влияния они также участвуют в экуминизме признавая вполне спасителями католическую и другие веры также молятся серитиками также не учат народ также на непонятном языке ведут богослужения также любого приходящего крестят кавычках и причащают любого католическое уже давно мутное широкой волной затопило православное только это еще не возведено в догмат веры непогрешимым непровозглашеном патриарх а ведет себя точно как папа отступники от истины были всегда на небе не было ни гордых ни грубых ни невоспитанных но дьявол и там успел восстать против бога и свернуть пропасть одну треть ангелов то есть может быть сотни миллионов или миллиарды служивших любви откровение 12-24 стих и эта дьявольская агитация ведется на земле многие отошли от Христа вечной любви Иоанн 6-66 как бы получив знак отверженности 666 там где жизнь там всегда есть и отпадение гордое лживое убийственное осуждающее духовных своих отцов хамов грех и они как незрелые смоквы отгнивают отпадают откровение 6-13 и все тайные ропотники уходят во тьму они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но не вышли и через то открылось что они все наши 1-го Иоанна 2-13 открылось благодаря милости Божией иначе бы они дальше заражали ропотом хамством и остальных апостол Павел и святые советуют извергать таких из среды общин дабы они не заражали других ибо им уже ничто не поможет они самоосуждены титу 30-11 и ни я ни Бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь я златоуст наблюдайте чтобы никто не лишился благодати Божией чтобы никакой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернилось многие евреи 12-15 и извергните развращенного и среди вас 1-я комиссия на 5-13 скажут что католики не еретики но вот что об этом говорят святые отцы носители истины и благодати Божией ни одно исповедание христианской веры кроме православного не может привести христианина к совершенству христианской жизни или святости или к совершенному очищению грехов и к нетлению потому что другие исповедания неправославные содержат истину в неправде римлянам 1-18 перемешивая суемудрия и ложь к истине и не обладает теми благодарованными средствами к обочищению освящению возрождению обновлению коими обладает православная церковь опыт веков или история православной церкви показывает что это с поразительной очевидностью нельзя считать другие исповедания все за истинные и спасительные безразличие веры или признание всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению к вере к нерадении об исполнении правил и устава веры к охлаждению христиан друг к другу строго держись единой веры и церкви едина вера единое крещение един Бог и Отец всех ефесянам 4-5 православная церковь превосходит все церкви неправославные во-первых своей истинной своим православием соблюденным и завоеванным кровью апостолов иерархов мучеников преподобных и всех святых во-вторых тем что вернейшим образом руководит ко спасению ровным прямым и верным путем что верным образом очищает освящает обновляет посредством иерархии богослужения таинств постов в-третьих что наилучшим образом научает угрожать Богу и спасать свою душу наилучшим образом руководствует ко спокаянию к исправлению молитвы благодарению словословию где есть такие молитвы словословия благодарения и прошения такое чудное богослужение как православная церковь нигде я с вами во все дни до скончания века Евангелие от Матфея 28-20 сам Господь всегда присущ в своей церкви для чего же наместник Папа и может ли грешный человек быть наместником Господа не может наместник царя наместник патриарха в каком-либо городе может быть и бывает а наместником заместителем Господа безначального царя и главы церкви никто не может быть верно католики заблуждаются внуши им Господи что нелепая суть такой утверждающая и гордостью обложены как ожерельем самое вредное дело в христианстве в этой богооткровенной небесной религии есть главенство человека в церкви например Папы и его мнимая непогрешимость именно в его догмате непогрешимости и заключается величайшая погрешность ибо Папа есть человек грешный и беда если он возомнит о себе что он непогрешим сколько погрешности величайшей гибели для душ человеческих выдумала католическая папская церковь в догматах в обрядах канонических правилах богослужении мертвяющих злобных отношений католиках к православным хулах и клеветах на православную церковь в ругательствах обращенных к православной церкви и к православным христианам и во всем этом виноват непогрешимый якобы Папа его иезуитова доктрина и дух лжи двоедушие и всяких неправильных средств больше славе божьих кавычках необходимо принадлежать церкви христовой кое глава есть всемогущий царь победитель ада иисус христос католики выдумали новую главу унизив единую истинную главу церкви христа церкви нет у них союз главой порван помощи всесильной нет а веляр воюет с всей силой коварством и всех держит свои прелести и погибели погибающих множество безбожьей разврате причина всех фальшей римско-католической церкви есть гордость признание папы действительным главой церкви да еще непогрешимым отсюда весь гнет западной церкви гнет мысли и веры лишения истинной свободы и верии в жизни на все папа наложил свою тяжелую руку отсюда ложные догматы отсюда двойственность и лукавство мысли слове и деле отсюда различные ложные правила и постановления при исповедании грехов отсюда индульгенции отсюда искажение догматов отсюда фабрикация святых западной церкви и несуществующих мощей непрославленных богом отсюда восстание на разум божий который крисном 15 и всякое противление богу подвидно благочести и ревности о большей славе божьей папы и паписты до того возгордились и вознесли себя что извратили некоторые его словеса заповеди восстановления которые не должны быть изменены до скончания века например о слове чисто крови его которые не лишили мирян него что поставили слова апостола павла всякий раз когда едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господня возвещайте 1 коринфянам 11 26 эта гордость и явилась источником безмерного фанатизма и убийственной ненависти ко всем инакомыслящим который так прославился римско-католический папизм на протяжении истории ненависть православии фанатизм и преследование православных убийств проходят красные нити через 7 века жизни католичества от плодов их познайте их таков ли дух заповедовал нам Христос если кому то католикам литеранам и реформаторам можно всегда сказать не знаете какого его духа Лука 12 51 у католиков глава церкви собственно не Христос а Папа и католики о Папе ревнуют а не о Христе за Папу воюют а не за Христа и их вера всегда переходит фанатизм страстный человеконенавистический остервенелый фанатизм крови и меча костры непримиримости двоедушия лжи и хитрости у католиков глава церкви Папа слава Богу в Троице что мы не впали в холу на Бога не признали и не признаем во веки главой церкви грешного человека я за последнее время получал много писем из Тападного польского края особенно в Градненской и Виленской бибернии писанных с кровавыми слезами с горькими жалобами на католических патеров на гонение от них православных христиан и на принуждение ими всякими насильственными методами к переходу в католичество причем патеры без всякого зазрения совести клеветали на меня что будто бы я перешел в католическую веру да и сам царь якобы сделался католиком и всем велит принимать католическую веру столь бессовестно оклеветовали меня и царя католики многих православных христиан заставили принять католичество и навязать им чуждую веру это ли дух Христов своих действий, что католическая вера не имеет сама в себе жизненной силы, покоряющей ум, сердце и воле человека к добровольному последованию ей, и что последователь ее завлекает людей правомыслящих только насилием и обманом. Я не хочу приводить вам, свидетелей, католической всякой неправды, беспристрастную тысячелетнюю историю. Она довольно известна всему образованному миру. Еще свежа память о злополучной унии 17 века у нас в России. Свежа память фанатической ненависти, с которой истреблялись католиками православных храмов в западном крае. Теперь возобновились опять времена унии. Святой Иоанн Кронштадтский. Все, что впереди написано, это все Иоанна Кронштадтского взято. Чтобы ко мне претензий не имели. Я взял канонизированного человека, чтобы ознакомить с материалом. Какое же после этого доверие можем иметь мы к основанному на лжи и пропитанному насквозь ложью римско-патолическому папизму, пока он не отречется решительно и всенародно от своей пагубной лжи и порожденных ее губительных для душ людских заблуждений. Никаких компромиссов с ними быть не может и никакого общения. Ибо какое общение у правды с небеззаконием? Или какое общение у света с тьмой? В Туре Комиссарном 6.14. Борись со всяким злом. Немедленно гаси его. Борись с ним данным тебе от Бога оружием, святой веры, божественной мудрости и правды, молитвой, благочестием, крестом и мужеством, преданностью и верностью архипископа верки Таушу. Напрасно некоторые из православных удивляются существующей пропагандой Римской Церкви, мнимому самоотвержению и деятельности ее миссионеров и усердия латинских сестер, милосердия. Это возбуждает глубокое сожаление. Соборная Восточная Церковь пересекла общение с частной Римской Церковью, как отпавшей от истины. Римские епископы начали гордостью и оканчивают. Римская Церковь Соборная называется не должна, потому что она отвергла постановление Вселенских Соборов. Нужно пожалеть о тех, которые ради преобладания, сребролюбия и других мирских целей и выгод оскорбляют православных, переходят в латинство, употребляют для этого всякие неблагоугодные средства и ухищрения. Это прямо жалкие подвижники. Они стараются не к Христу обращать и приводить людей, а к Папе. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестим похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Апостол Иуда 18-19. Некоторые от всегдашнего обращения с виноверцами, а более чтение их сочинений стали и думать, снисходительно в отношении надежды на спасение и других исповеданий. Латиняне желают насадить повсеместно в свой образ мыслей противные учения в Восточной Церкви, не щадя для этой цели самых чудовищных вымыслов, очевидных лжей и бессовестных искажений исторических истин. Вот кто это говорил, все, тут кавычки открыты, кавычки закрыты. Ответ преподобного Мбросия Старцовкинского. Благосклонок латинской ереси написано. Таких высказываний святых отцов нет даже о сектантах. В вере латинской католической не приобщайтесь, обычаевых не придерживайтесь, причастия их не избегайте, и всякого учения и нравов их гнушайтесь. Берегитесь чада кривоверов и всех бесед их, ибо наша земля наполнилась им. Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере, ибо нет иной веры лучше, чем чистая и святая вера православная. Живя в этой вере, не только избавишься от грехов и вечной муки, но и станешь причастником вечной жизни, и без конца будешь радоваться со святыми. А живущий в другой вере, католической, или мусульманской, или армянской, не увидит жизни вечной. Не подобает чада хвалить чужую веру. Хваляющий чужую веру все равно, что свою хулит. Если кто и начнет хвалить и свою чужую, то он двоевер близок ереси. Ты же, чада, блюдись таковых, и свою веру их непрестанно хвали. Не братайся с ними, но и бегай от них, и подвязайся своей верею добрыми делами. Ты же, чада, если увидишь ненаверных с верными спорящих, лестью хотящих отвести их от правой веры, помоги православным. Этим ты как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смолчишь и оставишь их без помощи, то это все равно, как если бы ты отнял нескупленную душу Христа и продал ее сатане. Если скажет тебе противящийся, ваша вера и наша от Бога, то ты, чада, ответ так, кривовер. Или ты Бога считаешь двоеверным? Не слышишь ли ты разращенной злой веры, как говорит Писание? Един Бог, едина вера, единое крещение. Вы же, латиняне, отринувшие проповедание апостольское и святых отец, восприняли неправую и развращенную веру, полные погибели. Поэтому вы отвернуты нами, потому что вы мертвы и мертвую жертву приносите. Завещание преподобного Феодосия Кеопечерского. Написано в XII веке великому князю Изяславу, главе Киевского государства, основоположник русского монашества. Да найдут доступ к каждой душе, еще не мертвелой, еще не оттравленной иезуитами эти призывы святых отцов церкви. Задумайтесь, кто стоит за спиной этих елейных и любвеобильных, в кавычках, угощающих чаем, учащих молиться, взявшись за руки в колдовской и медиумический круг. Если в Польше и в других католических странах не хватает 40% священников, и до 90% рабочих не ходят в церковь, если с запада вся мерзость ереси, разврата, порнографии, киноиндустрии, то с чего же ради их Ромео, Паулюсы, Петрасы едут за тысячи верст спасать русских бомжей от веры? Неужели им свои недороже наших? А если кто ос их не печет, тут хуже неверного. Развратив, ограбив русских, они учат нас верить и жить и быть любвеобильными? Для чего? И бескорыстно? Не ради ли душ подводимых имя к антихристу? И куда денется тот почти миллиард папских последователей, если известно, что антихрист высияет над всем миром? Восядет. Восядет. Не этому ли из третьего Соломонного храма переданы будут уловленные им грешники? В книгах о масонах пишут о приеме в эту сатанистскую организацию аббатов. Римская церковь во своем стремлении возвысить Пресвятую Деву идет по пути полного божествления ее. И если уже сейчас ее авторитет называть Марию наполнением Святой Троицы, скоро можно дождаться, что Девы будут почитать как Бога. Одинаковый вред в обеих этих ересях и когда уничижает Деву, и когда напротив, подоставляет ее сверхдолжного, Святой Епифаний Кипрский. Сверхдолжного не должно почитать святых, но уничтить владыку их. Мария не Бог и ни с неба получила тело, но от совокупления мужа и жены Епифаний. Каким образом грех не мог быть там, где была похоть, Бернард? Безумие и приносимое Деве вместо восхваления ее оказывается хуленем и пренепорочно отвергает ложь будущей Матери Истины. Святой Архиепископ Иоанн Максимович. Католической церкви 1,5 миллиона монахов и монахинь, более 400 тысяч священников, около 160 тысяч школ, 800 радиостанций, вещающих на 30 языках мира. Ныне правит 266-й Папа, раб рабов, сравнить бытие 9-25. Только один золотой фонд Ватикана свыше 1 миллиард долларов, тысячи предприятий, университетов и больниц. Это все где-то лет 30, может, а лет 25-30 назад я брал. Теперь другие данные. Модернизм и куменизм проникают и в православную среду. Западный мир и после отпадения Рима от православия по инерции еще долго сохранял многие христианские добродетели и ценности, но он был на пути к явной катастрофе. Хомяков писал, нравственное изнеможение становится с каждым днем более и более ощутимым. Латинство, размываемое волнами протестантизма и живущее рационализмом, теперь же само становится протестантской религией. Этот процесс стал развиваться, хотя и незаметно для поверхностного наблюдателя, с невероятной скоростью после Второго Святиканского собора. Волны куменизма, довольно покрывающие протестантизм, теперь размывают и протвердыния Ватикана. Трудно с достаточной силой изобразить всю глубину разложения, внесенного в Западный мир реформами Второго Ватиканского собора. Пример. Папа Пий V, 19 июля 1570 года, войдя в новый служебник, издал декрет, который должен был оставаться в силе навсегда, с тем, чтобы никогда бы от него не убавлялось и ничего бы к нему не прибавлялось в будущее при совершении мессы. Представим себе состояние католика, знающего этот декрет, когда ему ныне на выбор предлагается несколько пробных литургий с одобрением закона приемника Папы Пия V. В порядке таких проб католик увидит мессу с джазом, мессу на кухне или мессу для детей с куклами и другими игрушками. Предание отброшено, и это все во имя современности. В результате католической прессе священники отрицают существование дьявола, пишут в оправдании содомского греха, оправдывают употребив бодеяния и подвергают сомнению девство Богоматери. Раз вступив на путь модернизма, католичество в этом отношении часто обгоняет протестантизм. Церковь и ее учения в жизни, том 3, страница 32, 380-й, епископ Григорий Граббе. Епископ или пресвитер или диакон с серетиками молившийся только добудет отлучен, если же позволит им действовать, добудет извержено апостольское 45-е правило. Миряне же, молившиеся серетиками и католиками, извергаются из церкви, как зараженные проказу экуминизма, подготавливающие путь к антихристу. Вот решение Ватикана о боевых действиях 24 июля 1985 года. Внимая тому же Богу, нам следовало бы принять на себя ответственность, трудясь совместно с иудеями для социальной справедливости, то есть вместе трудиться для антихриста. В этом сущность экуминизма. Теперь из-под воль готовится новая уния. Начиная с Папы Иоанна XXIII появился экуминизм римско-католический, сопровождаемый реформацией римской церкви. На этот раз не снизу, как времена Лютера, а сверху, с Ватикана. Готовится полный развал римской церкви и что это произойдет после нового Вселенского их собора. Там цитируется и духовное чадо Евграфа Ковалевского, барон Марсодон, масон 33 степени. Папа Иоанн XXIII советовал барону Марсодону не уходить из масонства страница 151-го. Теперь иезуиты, засылающие своих подпатеров просторы России, в основном из Польши, выступают на масонских собраниях. Молитвенное общение с католиками из духовного деления от истинной церкви. Апостольская 10-й, 45-й, Ладийский собор 333-й, Апостольская 46-й. Епископ Феофан учит тому, как построить жизнь по требованию христианского совершенства. А западный епископ берет из христианства то и настолько, что и насколько совместимо с условиями современной культурной жизни. Значит, первый смотрит на христианство как на вечный устой истинной жизни и требует от каждого нанять себя до тех пор, пока он не войдет в эту норму. А второй смотрит на эти основы современной культурной жизни как на факт непоколебимый и лишь в области существующих частных разновидностей его указывают те из них, которые наиболее одобрительны христианской точки зрения. Первый требует нравственного героизма, подвига, второй высматривает, что бы из христианства годилось бы нам в нашем теперешнем устройстве. Для первого человека, призванного к загробной вечности, в которой начинается истинная жизнь, исторически сложившийся в механизм современной жизни ничтожный призрак, а для второго учения будущей жизни возвышенная облагораживающая идея, помогающая нам лучше и лучше устраивать здесь реальную жизнь. Православная вера через самоуничижение дисциплину во всем есть вера аскетическая. Латиняне плохо верят в воскресение и сильно верят в благополучие настоящей жизни, которую апостол называет паром исчезающим. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь наша? Пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Иваков 4.14 Антоний, митрополит Храповицкий, сатанинский орден иллюминатов и все отступники больше всего говорят о любви. 1 Коринфянам 13 глава. О сострадании и служении друг другу, но ничего не говорит об аде и наказании. Игнатий Брянчанинов пишет, что кто говорит о любви не испытывая страха Божия, тот лжец. Стремись на небо, но ум держи в аде, пимин великий. Где нет подвига, где нет борьбы, там выцаряются а где царит грех, там иссякает любовь, а люди начинают ненавидеть друг друга. Гораздо больше неценностей имеют подвиги духовные, совершающиеся в сознании человека. Самоукорение, самоничижение, самопринуждение, внутреннее пребывание, гнев не грех, гнев на грех. Господь заповедует все прощения, а западная мораль месть и пролитие крови. Господь велит смириться, читать себе греховнее всех, а запад ставит выше всего чувства собственного достоинства. Господь велит радоваться и веселиться, когда нас поносит и изгоняют, а запад требует восстановления чести. Господь и апостол называют гордость бесовской и западники благородством. Сегодня трудно повторить сожжение, подобно как над Татьяном Гуссом, Бруно, уничтожить миллион православных, как во время захвата Хорватией католиками во Вторую мировую войну. Но сегодня униаты убивают священников Белоруссии и на Украине обирают храмы через народовласти и попустительство власти. Как учил Вольтер Масон, бросать стрелы и показывая руки, но все идет из Рима, из Ватикана, в Рустику, восточный обряд нашествия иезуитов. Господь Бог говорит, я буду пасти овец моих, потерявшись, потерявшись, отыщу, пораненную, перевяжу, больную и креплю, а разжиревшую, буйную истреблю. Я по-другому попробую считать. Ударение сделай на я. Я буду пасти овец моих. Я буду пасти, Бог говорит, а не тех, которые пришли сейчас. И вот я, когда материалы такие собраны были, хочу сказать, много ли православия отличается от того, что сказано о католиках. Просто до сравнения посмотреть. Все на этом. Никита, благодарю. Спасибо, Христос. За просе благослужения сегодня. Завтра у нас заговор не будет. Конец Масленицы и Великий Пост. Все, пока. Слава.